Вы понимаете прекрасно, что можно научиться по таким схемам языковой формы и другим показателям, правда? Нет, не понимают. Не понимают, но на самом деле можно понять, что можно сделать. Только я не буду уже в это все задавать. Вопрос у меня вот какой теперь. А вот все-таки могут быть какие-то способы регулярные перестройки уравнения f от x равняется нулю, уравнение x равняется f от x маленьким? Потому что вот тут-то в первом примере, который мы разбирали, когда делили единицу на b, мы просто стали искать вот среди парабол нечто. Здесь вот вавилонские жильцы нам что-то подарили. Правда, метод касательных ньютонов? Я на всякий случай напишу, раз нам сказали, что потребление производной желательно. Всякий случай, на будущее. Вот представьте себе, что вы решаете все то же уравнение f от x равняется нулю. Напишите себе, что это метод касательных. Сначала я решу, вот это второе, что было знание, метод касательных. О чем идет речь? Представьте себе график. Ну, скажем, вот график функции, как у меня цифр, а у меня цифр, как у меня цифр, как у меня цифр, как у нас. А мы решаем уравнение f от x равняется нулю. То есть, ищем вот эту точку. Что такое метод касательных? Взяли какую-то точку fx нулю, это начальное приближение. Приближение того корня, уравнение f от x равняется нулю. Проверили на этой точке касательных. Вот на той картинке, которая у меня нарисована, она пересечет ось абсцесс, вот где-то здесь, поближе к корню. А она начинает через x1. Посчитаю значение функций. Приведу опять касательных. И так далее. Вот моя картинка говорит, что я довольно быстро, наверное, побегу в сторону своего корня урагона. Эта вот процедура называется метод касательных. Можно написать формулу, которая здесь появится. Здесь, оказывается, все сведется опять-таки тогда к нахождению подвижной точки вот такого отображения. Грубо говоря, если знать и сохранить, то если знаменатель не мое, я просто буду на уравнение фатекс-раненцию. Но сама процедура, вот как раз здесь прописана, она в этой формуле 7. Вот я хочу рассказать одну очень поучительную историю. Знакомы ли вам имя Леонида Витальевича Контаровича? Вообще каких математиков от наших вы знаете? Ну, Калмагурова, наверное, знаете? Откуда? Не знаю пока. Хорошо. Вообще хоть каких-то, скажем, я говорю сейчас про наших математиков 20 века. Давайте. Вот играем в игру. Какие математики вам известны? Перелиман. Перелиман. Замечательно. Все, дойдемся. Хорошо. Еще. Арнольд Владимирович, Арнольд. Тоже замечательная математика. Хорошо. У него когда-то был, но Лобачевский был. Лобачевский был, вообще говоря, 200 лет назад. Это 19 века. Он родился еще в 18-м, а умер уже в 19-м. Ну, хорошо. Нет, я говорю про 20 века. Чебышев, я тут не знаю. Чебышев, это чисто 19 века. Пахнуть его из Чебышев, это чисто 19 века. Ну, хорошо, уже Лобачевский, Чебышев. Ну, Клоногорова, вот почему-то я назвал, не вы. Андрей Николаевич Клоногоров, это замечательный математик, решивший кучу трудных задач, придумавший удачную аксиоматику в теорию вероятности. Ну, много чего сделать. Концевич. Концевич? Максим Концевич. Значит, пошли по философскому медалисту. Кто такие философскому медалисту? Глариаты философскому медали. Ваш герой, Григорий Пелиманов, науриат философскому медали? Да, как он был. М? Насколько философ. Правильно, науриат. Что такое философскому медали? Ну, ясно, делал какая-то математическая награда. Правильно? Да. Каков ее статус, что это такое? Это... Награда за... Правильная фраза. Значит, был такой канадский математик, Фьюц. Сам разбогател, помогли. В общем, он на одном из конгрессов математика предложил, поскольку математикам Новевские и другие премии тогда не давали, и, если я не беда, предложил учредить премию, которую потом уже, после его смерти, назвали в честь него медалью философ. Она присуждается раз в 4 года. Объявляются результаты на конгрессе математики. Всеми на конгрессе проводится раз в 4 года. И обычно порядка 4 человек там присутствуют в этом списке награждения. Ну, как бы за год прошедший 4-летний отрезок 4 человека по одному в год. И действительно, есть ограничение возрастное не старше 40 лет. Сколько в нашей стране, вот наших статистиков, бывших, нынешних, ну, реально вышедших из нашей страны, получивших философскую медаль, вы знаете. Вот двух назвали. Перельман и Концепч. Еще кого-нибудь знаете? Сколько примерно? Думаю, что 8. Ну, я по крайней мере столько знаю. Ну, примерно так. Но большинство из них уже работает за границей. Некоторые, правда, в последнее время работают и там, и здесь, как вот Станислав Смирнов. Некоторые часто приезжают, как и МГУВ. Ну, в общем, хорошо. Есть такая медаль. Чемпионовская. Значит, Леонид Иванович Конторович. Это замечательная математика, кривоклассная. Он был академиком, много чего сделал. Но он у нас единственное устранял ряд Нобелевской премии по экономике. Точнее, не совсем Нобелевской премии. Ну, премия имени Нобеля, но по экономике. А за что он ее получил? Вы ничего не знаете, хорошо скажу. Значит, Леонид Иванович Конторович получил ее за работу еще довоенной. И в 30-м году он придумал нечто, что стало основой будущей науки под названием линейной программиру. И в 75-м году вместе с еще одним человеком, не буду нам называть, чтобы не засорять сейчас память, он получил Нобелевскую премию по экономике, вот как раз формировка за создание математической теории распределения ресурсов. Но он был при этом и первоклассным математиком. Скажем, он во время работы по этому проекту руководил большой группой вычислителей. И вот Владимир Ильич Арнольд, которого упомянули, считал, что это была самая эффективная группа вычислителей в этом проекте. И ему там очень помогли вот эти общие представления знания из функционального анализа. Это наука, которую он развивал. Вот один из лучших учебников в нашей стране по функциональному анализу. Это книжка, написанная им, и его с автором Акилом. Если когда-нибудь он возрослеет и будет все это читать, меня, может быть, вспомнить. И вот смысл того, что делал Контарович, стал в том, что он очень здорово умел превращать вот эти абстрактные знания из функционального анализа в конкретный вычислительный инструмент. Вообще, потому что тогда скажут, что такое функциональный анализ. Был такой замечательный математик Вито Вольтерра в Италии, и он в 1887 году предложил такую обвиненную косвитацию. Он сказал, что вот предшествующий в 18-м век, это там Дейлер, Лаграмши и все остальные, где в начале века, в конце концов, было создано дифференциальное исчисление Ньютоном и Лимитом. Он сказал, что там это был век в локальном изучении функций. Вот функцию, где-то там хорошую, приближали по иному и какой-то степени, тогда тут как раз формула Тейлора, чего я говорю, это вот был такой эффект. Текущий, где я вот тогда 19-й век, он был веком, где изучались глобальные свойства функций. Ну, скажем, Каши или Штраф заказывали всякие теоремы, фракты. То, что собой представляет множество значений неправильные натрезки функций, что это тоже связанное множество отрезок, причем границы этого отрезка достигаются и так далее. Это вот такие были. А вот в следующий, 20-й век, наступающий барелон, где, как раз, Титаник произвели, он говорит, что это будет век функционального исчисления, он выражался так, в котором функции станут элементами каких-то геометрических пространств, и это окажется очень плодотворным и полезным белым занятием. И так оно и произошло. И вот почему я эту формулу написал и стал все из них вспоминать Контеровича. Среди тех задач, которые этой групповой чтительной, которую он проводил, надо было решать, там были сложные, не так же, дифференциальные уравнения, вот такого типа, только там f, это было не просто от функции числовая, а там это была сложная функция от функции, в общем, функционала всякие. Интегралы там присутствовали, всякое-всящие. А решать можно было вот как раз по методу Ньютона. А методы Ньютона, если вот написать уже референциальную формулу, вот здесь будет фигурировать вычисление производной 1091-й степени в меняющейся точке. Для тех операторов сложно, которые там, посчитать в одной точке оператора, это число надо считать, это при отсутствии еще в то время вычисленных машин, это очень тяжелая задача. А если мы еще с декового времени Н должны эту ширину переделывать и пересчитать, это убийственная была бы совершенно задача при тогдашних мощностях и так далее. И вот Контерович сказал на примерную вещь. Он сказал, давайте брать значение производной вот в той точке X-0, которую мы выбрали в цепочке, представляете, все это. Один раз посчитали производство касательно привели еще в ток. И потом не будем отбегать. Вот такой брелель, вот здесь вот такой, а такой же брелель. Скорость уменьшается сходимость. Но зато нам, но мы пробовали не зависеть, как по числительным машинам, вот в пересчете это производство. И это называется в таком натиферсовом мнении метод Ньютона как торопич. Казалось, это простая вещь. А вот чтобы это все придумать, надо было хорошо представлять себе вот эту геометрию функционального анализа и уметь скрыться на те конкретные вещества и задачи, которые меня занимает. Это к тому, что вот иногда удивительным образом общие вот эти соображения, вот я думаю, что я что-то вам смог передать, и когда я рассказал про сжимающее изображение, вот это все оказывается таким эффективным. Продолжение следует... Продолжение следует...